С каждым годом достижения спортсменов Кашхабльского района становятся больше. Наш район всегда мог похвастаться хорошими футболистами. На протяжении многих лет команды из Кашхабльского района принимают активное участие в различных соревнованиях не только в республике, но и за ее пределами, и занимают призовые места. С 27 марта по 1 апреля в городе Ставрополь проходил очередной этап всероссийского проекта «Минифутбол в школу». Среди сильнейших команд ЮФО и СКФО Республику Адыгея представляла сборная МВУ «Сош-2». В составе команды было 10 человек 2003-2004 годов рождения, во главе с тренерами Русланом Юсуповым и Русланом Туовым. Все ребята занимаются в Кашхабльской Дю США. Несомненно, участие в таком серьезном соревновании и достойное призовое место являются поводом для гордости. Тренер команды Руслан Юсупов поделился нюансами подготовки к этому турниру. Он весьма эмоционально рассказал о том, как это было. Сперва был отбор по республике, это станица Гагинская была. Мы играли там отбор, было 8 команд. Получилось так, что мы из-под группы вышли с первого места, попали на команду из города Адыгейска. Сыграли с ними 2-2, проигрывали 2-0, отыгрались. И по пенальти получилось так, что мы вышли с первого места. А потом республика нас выставила как лучшую команду Адыгеи. Мы поехали на Южно-Федеральный округ, там было 11 команд. С подгруппы попались Чеченская республика, Дагестан и Кабардино-Балкария. И мы с первого места вышли с подгруппы. Получилось, попали на город Волгоград, 1-4 финала. Мы выиграли 3-1, потом попали на местную команду Ставрополь. Это в полуфинале было очень тяжелый матч был. Очень тяжелый, ребята очень сильные были. 5-4 мы выиграли. И в финале попали на Ростовскую область. Получилось так, что 1-1 сыграли и по пенальти проиграли только. Я очень-очень благодарен всем ребятам от души. Мы каждый год, получается, 4 возраста играют по возрастам. С низшего, ну, с самых маленьких ребят и до высшего уровня. Это вот последний год был, 3-4. Это самая старшая группа. И получается, что каждый год мы одну или две команды стабильно представляем в республике. Ну, от республики дальше на ЭФО. Таких результатов ни одного района нет. Получается так, что в этом году у нас получилось, что две команды заняли первые места. Это 2005-2006 год. 2003-2004 год они тоже первые заняли. И 2007-2008 они заняли третье место в республике. Вы ожидали такие результаты? Ну, в принципе, да. Потому что у нас очень много тренеров по футболу и очень много ребят. У нас, получается, вот сейчас закончилась первая стадио США. В каждом возрасте играет 8-9 команд. Это очень сильная вещь. Потому что ни в одном районе республики таких и результатов. Здесь столько детей нету по футболу именно. Особенно, вот если взять Шевгенский район, Тючешский район. В этом Тахтамукайском районе вообще футбол пропал. Вообще нету футбола. Ни одну команду они не выставляют. Единственное, кто с нами может на равных бороться, это вот город Адыгейск. Потом Майкопский район. Они очень хорошие команды выставляют постоянно. А так, такого результата ни у кого нету из района. Как Вы считаете, улучшение спортивных условий для занятий сыграло какую-то роль в этом достижении? Конечно, вот именно вот этот зал, в котором мы сейчас находимся, мы играли в Ставрополь, именно в таком зале. Вот именно на таком покрытии. И вот ребят, мы где-то два месяца мы их здесь наигрывали на таком покрытии. Объясняли правила, все остальное. Там правила мини-футбола, футзала, это вообще отличается очень сильно от большого футбола. И вот это очень хорошую роль сыграло там. По споре было большое, очень нам помогло. Естественно, что без поддержки руководства ребята не смогли бы принять участие в этих соревнованиях. Нет, Вы знаете, таких трудностей не было. Я благодарен главе администрации Кашхабовского района. Действительно, от души это не просто слова. Он сказал, говорит, хоть четыре возраста наши, если выиграют, говорит, я все четыре возраста пошлю, говорит, в Ставрополь. И получается, что наши два возраста друг за другом, вот одна неделя. Единственное трудное, что мне самому пришлось вот одну неделю быть, потом команду привезли, вторую команду привезли обратно. И получилось так, что две недели мне пришлось быть в Ставрополе. Это очень тяжело, ну, от дома, от всего остального, от семьи. А так, я очень благодарен всем. Руководству США, потом спорткомитету, главе администрации Кашхабовского района, что он действительно, реально помог нам. Потому что там в среднем где-то почти 50 тысяч уходило на каждую команду. Это немаленькие деньги. А так, ребята в очень хороших условиях жили, там, трехразовое питание, обалденная гостиница, вообще, ну, шикарно все условия, очень хорошие были. И к ним очень хорошо относились. Руководство турнира там вообще бесподобное было. Мне понравилось очень. А вас там поддерживали другие зрители? Там вообще, когда в финал мы играли, я такого никогда не ожидал. Вот несколько машин приехало с Кашхабля. Ребята наши, тренера, там, руководство, спорткомитет, все приехали. Они болели за нас. И вещь такая, что никогда я в жизни такого не видел, чтобы Осетины, Карачаево-Черкесия, потом Чеченская республика, вот эти ребят, Дагестан, чтобы именно за нас болели. Они с флагами с нашими сидели там вообще, это бесподобно было. Очень понравилось мне. И я действительно от души благодарен родителям, родителям этих ребят, как они там выступили. Глядя на игру команды Кашхабльского района, спортсмены из других районов изъявили желание быть в составе игроков сборной МПУ СОШ номер два. На этом турнире, короче, лучшим бомбардировали, признали нашего паренька. Ну, вещь такая получилась, что я троих ребят взял с Адыгейского одного паренька и с двух с Габукая. Они очень сильно, они сами просились в нашу команду, потому что говорят, ваша команда нам очень нравится. Говорит, возьмите нас с собой. Просто у нас этот возраст, он уже взрослый возраст, получается, что многие ребята со школы ушли. И они увидели, что там три пацана нам не хватает. И они попросили, родители их не просили, тренера звонили, все. Они сюда приезжали, тренировки с нами делали, потом это фотографировали, все остальное. И вот именно слова того паренька, который лучший бомбардир стал, то, что он написал нам, это неописуемо. Он говорит, это самая лучшая команда, в которой я когда-либо играл. А так я очень благодарен этим пацанам, всем до единого. Вот сход забыли пацаны, с элита был паренек, потом с кашкабля были пацаны. И вот трое пацанов, то, что были из Тилчерского района, это было единое целое. Единый монолит, одна команда была. Это вообще там... И как нас там поддерживали, это вообще неописуемо было. Финальная игра стала украшением турнира. Команды Новошахтинской школы-интерната и школы номер 2 Аула Кашихабль подарили присутствующим зрелище, которое достойно соревнований профессиональных футболистов. В итоге матча 2-2. А после серии пенальти наша команда заняла второе место. В качестве приза игроки были награждены грамотами, формой, кубком и медалями. Мы от души поздравляем ребят с таким высоким достижением. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашихабльского района.